Привет, друзья! Привет! По многочисленным просьбам наших зрителей мы с Соней сегодня снимаем ее домашнюю работу и то, что она проходит в ее американской школе в шестом классе. Да. Как часто тебе сдают домашку? У меня задание, если я то не заканчиваю. Если ты в школе что-то не успела сделать, да? Да, и оно превращается в здание. Бывает такое часто, что у тебя вообще нет домашнего задания? Да. Давай перечислим, во-первых, предметы, которые ты проходишь. Мы уже рассказывали, но еще раз перечислим. Математика. Там все вместе. Алгебра, геометрия. Science. Как оно уже называется? Мистерство знания. Понятно. Вот учебник. И здесь... История. Да. История. Еще у тебя есть английский. Здесь рейдин и райтинг есть. Значит, читание и... Чтение. Да. Разделяется на чтение и на... как райтинг, я не знаю, как... Ну, на сам язык. Написание, я не знаю. Сонин Байндер мы уже видели. Когда Соня его упаковывала, собирала в начале учебного года. Я не думаю, что там много чего изменилось. Просто учебный материал добавилось. С чего начнем? Домашнее задание по истории. Да. Вы в шестом классе проходите... Early Ages. Это, видимо, самая древняя история, я так понимаю. На какой странице вы сейчас уже... Мы на странице 61-67. Посмотрим, что вы из... Ого! Оцените, кстати, учебники у них. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красота здесь. Как все иллюстрировано. История древнего мира. Ну, это очень все. Да. Они здесь... История, я так понимаю, что древних цивилизаций по различным проходят. Так, ну, идем. Если у тебя 61, то вы изучаете... Uncovery of the past. Это, видимо, раскопки какие-то, да? Да, раскопки людей из Африки. А, это самые древние, да? Да. Вы проходите самых древних людей. Каменный век. Вот я вижу. Stone Age. Слушай, все так же называется, как и в русском языке. И что у тебя там в задании? Нужно здесь написать notes. Какие тоже они использовали, как и что они ели, и их traditions. Их культура, традиция, их технология, я вижу, да? Да, и что они ели. Что ели обязательно. Так, вот тут Соня своим красивым почерком все выписала. Все, что ей нужно. Все, что она прочитала здесь в этой книге, да, в этом учебнике. Давай сейчас немножечко покажем, как у вас эти учебники выглядят. Смотри. Ага, здесь все про Африку. Потому что я так понимаю, что все эти останки неандертальцев были найдены в Африке, да? Да. И вот здесь вот такой человек. Был смешной, да? Да, здесь живот очень большой должен был. А, ребра такие, да? Да. Hunters gatherer societies. Короче, чем они занимались здесь, да? Да. Охотники и собирательство у них было, да? Здесь картинка, как они охотились. Здесь, я думаю, это как и бейсбол сотворили. Я уверена так. Так, а это такое черепа неандертальцев. А это хомо сапиенс. Это современные, да, хомо сапиенс? Да. А это неандертальцы. То есть они были немножко другие, да? Да, и не такие же умные. Умные такие же? Не такие же. Не такие же умные. Ого, это животные древние, правильно? Да, это мамонт. Мамонт. Да. А как по-английски мамонт? Мамонт. И вот здесь... Был откопан в России в 2007 году. Это самый лучший... Это самый лучший... Этот экземпл, как его... Лучше всех сохранился, да? Да. Мы с тобой переводим так из английского на русский. Ого, а это какая-то пещера в Алтамире. А где это Алтамир? В Испании. Да, здесь это, где кейвмены рисовали вот эти вещи. Где древние люди всякие надписи делали, да? Я пока здесь туда не дошла. А давай посмотрим, что ты дальше будешь изучать. Сразу покажем нашим зрителям. Давай. Так, это, значит, получается Древний Восток. В Африке Египет. Грек, греческая культура. Что это? А это иудаизм и древние евреи. Ну, короче, древние цивилизации такие же, как и в русской школе изучают все здесь. Раскопки, находки, Египет, Греция. Короче, очень интересная книжка. Я бы сама по такой с удовольствием получилась. У нас не было таких интересных книг. Римская республика. Вот они будут даже изучать. Византийская цивилизация. Это когда вы будете все прохать? Неужели вы все успеете? Это пройти в шестом классе? Да, мы будем за все проходить. Монгольская империя. Ничего себе. Это вы за год все изучите? Да. И в металл-сколе будем еще больше. И в файл-сколе еще больше. Неплохо. Европа в средних веках. Огромная. Мне кажется, что есть в этом учебнике на пару лет учебы. Нет, это в один год. Мы все это выучим. Здесь, короче, не только древняя цивилизация. Здесь вообще просто вся история мировая. Да. И еще больше будем про это учиться. Про ученых. Про всякие открытия. Так, короче, очень классный учебник. Да, очень. Как часто по истории задают задания на дом? Раз в неделю или два? Редко, давай скажем. Меньше, чем раз в неделю? Да, редко очень. У вас историю ведет ваш классный руководитель или какой-то другой учитель? Классный учитель наш. Как его зовут, я забыла? Мистер Джастин. Он отличный учитель, очень. Понятно объясняет. Очень понятно. Дальше мы переходим к естествознанию. Да. Здесь естествознание все включает физику. Давай, 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 чихай. Я хочу, чихай, но так получается, мне так терпеть не могу. Они по естествознанию изучают все, что входит в химию, физику, биологию. Я так понимаю, что даже здесь астрономия, по-моему, да? Да, здесь вся science. Короче, наука Земли так называется, да? Это у тебя то, что ты сейчас проходишь. Это твое домашнее задание, правильно? Да, здесь density и buoyancy. Давай попробуем разобраться, что у тебя тут за задание. Так, вы изучаете, я так понимаю, что плотность и текучесть. Я если правильно перевожу. Это Соня то, что здесь писала. Выписывает теорию, что она понимает, и есть задачка. Это внутри атомы, внутри чего-то, да? Да. Если больше атомов, то плотность больше и текучесть меньше. А если меньше атомов, то плотность меньше и текучесть больше, правильно? Да. Это ты закончила уже занятие, да, задание? Нет. Надо еще много сделать. Это только начало, и я мою первую бумагу потеряла, так что это копия. Ну, короче, одним словом, вы проходите твердые тела, жидкости, газы, их масса, их объем, правильно? Да, только мы здесь пока не были. Ага, все, вот это у тебя, да? Да. Здесь и география у вас, и биология, климатические зоны, я смотрю, здесь и физика. Химии только здесь нет, наверное, да? Химия есть. Есть тоже? Очень много. Только пока нет. Пока еще нет, но будет здесь, да? Так, давай переходим к математике. А, погоди, по-английскому у тебя есть задания какие-нибудь? Нет. Ты все в школе делаешь, да? У тебя бывают вообще по-английскому задания домашние? Да, да, бывает. Что вы обычно по-английскому делаете, когда бывают задания? Читаем рассказы или сказки, и потом там в конце есть вопросы и отвечаем. На них пишите, типа сочинения, да? Да. Там вы нужно какое-то свое мнение рассказываете или факты о том, что вы прочитали? Факты. Не... Не мнение свое, да? Ну что, переходим к математике? Давай. Это то, что вы проходите, да? Да. Эквивалентные фракции. А эта фракция – это дроби. Да. Так, давай попытаюсь я сейчас понять, что это значит у тебя рисунок. Ага, 4 двенадцатых – это то же самое, что 1 третья и 2 шестых. Да. Это пример нарисован, что это на самом деле тот же самое число, да? Часть. Только по-разному пишется. Да. У тебя сегодня было по математике задание? Да, нет. Нет. По математике когда делаешь задание? Расскажи. Только когда я не закачивала математику. В школе. Да. Тогда ты доделываешь ее дома тут, да? Да. Сейчас вы изучаете умножение фракций, дроби. Целые числа на дроби, я так вижу, да? Это у вас все теория, это то, что вы в школе проходите, правильно? Да. А здесь умножение дроби на дроби. А вот это как раз то, что ты уже закончила в школе и уже проверено, да? Да. Ты находила объем, да? Потому что это же объем, правильно? Угу. Здесь тоже ты находила объем. Вы все изучали площади фигур и объемы, правильно? Да. Так. А F1, F2, F3 это вопросы, что ли? Это мы surface area находим. Ага. Все, понятно. Это стороны, а потом вы складываете такую фигуру. Да. Это то, что ты в школе сделала, успела, да? И у меня плюс. Плюс это значит все правильно, да? Это самое лучшее, которое можно получить. А еще бывает минус, это самое худшее. Там минуса нету. Если вообще ничего не получится, это плохо. А, плюс это хорошо, а ничего, значит плохо. Да. Всем их учительниках. Короче, здесь я понимаю фигуры, площади и объемы фигуры у вас, да? Да. Вы изучаете. Это у вас, короче, и геометрия, и алгебра все вместе. Так, как видите, у них по математике все пишут в линеечку, карандашом, все это можно исправлять, зачеркивать, замалевывать, стирать. А учитель как-то проверяет это? Да, иногда. Он сам проходит по вам и смотрит? Или вы к нему подносите это все, показываете, сделали вы или нет? Мы в коробочку такие вложим, которые эти мейлбоксы. И он когда проверяет, во время урока, да, сделали вы или нет? Ну, когда у нас ресес и после школы. Когда переменка? Да. Но оценки не ставят, да? Ставят иногда. А какие он оценки ставит? Каким образом? Проценты, буквы, цифры? Ну, проценты, фракшн, эти номеры и буквы. Все это. Это все он ставит, чтобы было понятнее, какое у нас. Потому что мы привыкаем к какому-то путю, и потом, так что было нам очень понятно. Короче, расшифровываю Соню. В старших классах, в middle school и в high school, там будто оценки ставятся и процентами, могут ставиться и буквами. A, B, C, D, E, F, правильно? Числы ставят только начальные школы. Да. Поэтому учитель Сонин уже готовит их к средней школе. Он им ставит не только цифрами 1, 2, 3, 4, но еще и цифры, процентами и буквами, правильно? Да и даже fractions. Ты знаешь, как это называется? Фракции эти, как называется? Дроби. Дроби. Ага, если вы из 10 заданий выполнили правильно только 6, он ставит 6 десятых. Правильно? Какие у тебя оценки? У меня обычно либо C, B или A. Это passing rates, так что это нормально очень. Это проходные баллы оценки? Да. Так, вот это я вижу листочек, как раз пример того, что вам так вот учитель ставит оценки, да? 9 из 9, 4 оценка самая высшая и A самая высшая, да? Это у тебя по истории. И это ты в школе делала? Да. Это такой квест у нас. Как-то бы тест. Проверка. Сонечка, ну скажи, сложно учиться в 6 классе после 5? Нет, очень легко. Кстати, в других школах 6 класс это считается middle school в некоторых. Да, это считается middle school на самом деле. Да, а в нашей вот школе почему-то 6 класс остается только еще в начале школы. Да, это они уберут из этой школы 6th grade скоро. Вот, и Коля уже будет учиться в 6 классе в средней школе, в middle school. Да. Что это? Весночек мой. Миленькая киса. Каша. Наше. На нашу похоже. Такая же миленькая. На, молодец. Соня, последнее про музыку расскажи мне. У нас музыка это в конце дня и мы там должны вот так сидеть и играть на разных инструментах. Да, и Эйва, и Джосон, мои подруги, они играют тутки какие-то другие, челы называются. А у учителя один или несколько? Да, учителя. Один учитель учит эти тутки, ты знаешь, эти, и одна ученица учит скрипка, скрипки эти и другие инструменты, которые... А, окей, ладно. В конце учебного дня все шестиклассники собираются вместе, да? Да, и две группы, те, которые играют эти дудочки и те, которые играют вот эти вещи. Да, и те, которые дудки, это называется бендо, а наши это с тренингс называются. Сыграешь, наверное, на скрипке? Попадаешь. Давай. Сейчас. Соня, сколько у тебя занятий было с этой скрипкой? Занятий пять было? Или четыре? Больше. Думаешь, больше? Мне кажется, ты не тогда начала. Это каждый день, кроме фрайдэй. Ага, ты четыре дня в неделю занимаешься? Да. Так, Соня у нас начинающий, и у нее было не так много занятий. Давай. Соня у нас начинающий, и у нее было не так много занятий. Молодец. Так, если вам понравилось, как Соня уже за несколько занятий научилась играть на скрипке, то... Поставьте лайки! Да, поставьте Соне лайки, поддержите ее будущее. Это инструментизм какой-то. На этом все. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!